Тема моего сегодняшнего доклада это творческий человек в экономике будущего. У нас и Конгресс ориентирован на будущие пленарные заседания, но, естественно, если мы говорим о социальных аспектах, то человек становится центром этих социальных аспектов и центром тех целей и тех средств и тех ресурсов, которые мы можем и должны найти. Вот этот момент я хотел бы подчеркнуть. Вообще тема политэкономии человека, это тот вопрос, который, мне кажется, заслуживает самого пристального внимания. Он именно в политэкономии рассматривался, но не слишком активно. Вот Наталья Геннадьевна Яковлева при подготовке своей докторской специально подчеркнула, что это тема будущего, Катеза столбила за собой участие в ее разработке самым активным образом, чему я искренне рад. Ну вот несколько предвосхищая эти шаги, я хотел бы сказать следующее. Первое. Давайте попробуем определить человека творческого каким-то образом. Хомокриат. Безусловно, это почти неразрешимая задача, поскольку философы, психологи, социологи, кто угодно, антропологи сломали себе много чего-то, что в голове, извили мыслей, пытаясь дать такое определение. Но вот дальше та самая марксистская методология, которую уже упомянул Руслан Семенович Гринберг, она позволяет тянуть на процесс, на определение творческого человека, исходя из определения его деятельности. Человек есть то, как он является субъектом деятельности, какой труд он осуществляет, какие отношения он в этом труде вступает, какие цели реализует. Отсюда следующая проблема не менее сложная. Определить творческую деятельность. Готового определения на социально-экономическом языке у меня нет. Но есть некоторый набор признаков, которые каждый в отдельности хорошо известен, но при определении в систему, мне кажется, дают очень важную совокупность координат, позволяющих определить границы, где хомо-креатор, а где нет. Итак, первая черта творческой деятельности – это труд как потребность. Вот то, о чем мы начали говорить с Русланом Семеновичем Гринбергом. Когда главный мотив к труду – это содержание этого труда, а не некоторый внешний, социальный, юридический, ну или просто насильственный механизм. Не будешь работать – от смотрщика греет кнутом или заморят голодом. Не будешь работать – тебя заморит голодом рынок. Не будешь работать – ты окажешься никем в иерархии. И так далее. Творческий труд – это труд как потребность. Отсюда свойство самомотивации. То есть главный мотив для того, чтобы работать – это сама деятельность. Вот такой взгляд на творческую деятельность, с одной стороны, очевиден. Это идет от советских марксистов-шестидесятников прежде всего. Батищев, Библер, Злобин, Ильенков, Межуев. Потом это подхватил Бузгалин, как их ученик. Потом это без всяких ссылок на кого-либо подхватил Владислав Иноземцев, который когда-то был моим учеником. Ну и так далее. Это присутствует и во многих работах зарубежных авторов. Вторая черта творческой деятельности – прямо вытекающая из первой. Для творческой деятельности как потребности нет границы свободного и рабочего времени. Вот Руслан Семенович сейчас на отдыхе. Он генерирует интереснейшие идеи в процессе диалога с нами. И даже гуляя по своему замечательному номеру, кстати, весьма скромному, но не мешающему заниматься творческой деятельностью. Хотя я думаю, он что-то своим взором генерирует в моих мозгах. Я не раз уже рассказывал, что самые красивые мысли мне приходили в голову во время концертов в Малом зале консерватории, в Ленинградской филармонии или еще где-нибудь. Ну там хорошо есть программка, на которой можно записать эти мысли. Вот если ты плаваешь в бассейне, трагедия становится чудовищной. Нет границы свободного рабочего времени. Иногда вы можете сидеть за своим кисьменным столом, которого у меня нет, с компьютером, который у меня есть, и в голове будет пусто, идей не будет. В лучшем случае будете переживать одно и то же. И делать техническую работу. Это вторая черта. Но если нет границы между рабочим и свободным временем, появляется новая граница между трудом, преимущественно творческим, реализующим творческие цели, и трудом репродуктивным. Любой ученый, любой педагог прекрасно знает эту ситуацию, когда, вот по образному выражению Смолина, я не устаю его цитировать, там Министерство высшего образования, точнее, не так, ученики и студенты мешают преподавателям писать отчеты для Министерства высшего образования и университетского начальства. Вот когда вы пишете формальные бумажки, бесконечно что-то заполняете, составляете какие-то методички, которые вам особенно не нужны, потому что лучше вести творческий диалог. Вот в этом случае это другая граница. Эта граница принципиально важна. И творческий человек всегда ищет ту деятельность, где у него творческих функций больше, а репродуктивных меньше. Более того, сам по себе творческий человек определяется в этом случае как тот, кто стремится работать там, где больше творчества и меньше репродуктивных функций. Хотя, честно говоря, творческий труд выматывает больше, чем какие-то механические операции. Когда ты устал, ты механические операции делать можешь, а вот что-то интересное генерировать или просто мучаться от того, что не можешь генерировать, тебе не получается умственная тошнота возникает. Третья черта. Творческая деятельность и тем самым творческий человек создают богатство, которое неограниченно, неконкурентно, бесконечно. Можно дальше много разных характеристик добавлять. В экономиксе это обычно называют общественным благом. И, как правило, говорят о воздухе или о чем-нибудь таком, но не понимают, что весь мир культуры человеческой, включая самого творческого человека, как личность. Это благо, которое можно бесконечно распредмечивать. Любое произведение подлинной культуры, будь то теорема Пифагора, я не знаю, поэтическое произведение Гёте, формула Эйнштейна, что угодно. Они бесконечные, непотребляемые, неуничтожимые. Рукописи не горят действительно. И для них может действовать и действует во многих случаях правило, которое формулируют сегодня левые. Все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Правило очень хорошо известно. Все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Соответственно, вот это создание культурных ценностей, это еще одна характеристика творческой деятельности человека. Ну и последнее, что суммируют все эти черты, это труд в полной мере становится пространством деятельности, то есть пространством развития личностных качеств. Вот когда говорят о гармоничном всестороннем развитии личности, то творческая деятельность как раз генерирует в вас необходимость в таком развитии. И в этом смысле она отлична от профессионализма, который ведет к все больше и больше специализаций. Здесь связь очень противоречивая, то есть есть и конфликт, и единство профессионализма и свободного творчества, но конфликт есть. Ну и наконец, последнее, в любой творческой деятельности очень велика доля репродуктивных функций. Я уже приводил пример великой балерины Улановой. Поверьте, ну это любой знает, что большую часть времени она проводила, как и любой гениальный танцовщик или танцовщица, у станка, тракать, выполняя стандартные упражнения. Отсюда мы можем сделать интереснейший вывод. Вот этот творческий человек, это человек, осуществляющий труд, свободный по содержанию. То есть этот труд прямо ничем не детерминирован в своем содержании. Я не говорю о социально-экономической форме, я не говорю о найме, о принуждении, о чем угодно, о бюрократии, я говорю о содержании труда. Творческий труд, он свободен по содержанию. Вы делаете то, что хотите. Вы делаете то, что хотите, потому что это труд, как потребность. Однако, этот был первый блок доклада. Что такое хомокреатор и его деятельность? Хомокреатор есть то, что есть его деятельность, а его деятельность есть вот то, что я постарался показать. Пять черт. Дальше мы делаем следующий шаг и говорим, а в каких он реальных социально-экономических условиях находится. В социально-экономических условиях он в сегодняшней экономике, не в экономике будущего, в сегодняшних условиях находится в пространстве отношения отчуждения, по преимуществу, подчеркиваю, по преимуществу. И здесь его труд не свободен по социально-экономической, правовой и так далее форме. То есть общественная форма труда, отчуждения, не свобода. Содержание свободы. Очень глубокая противоречия. Проявляется оно ярче всего в противоречии каждого из нас, я подчеркиваю, каждого из нас присутствующих сейчас в зуме, тех, кто будет смотреть эти записи или смотрит сейчас онлайн. Каждый из нас одновременно сегодня хомо-креатор, ибо иначе не будете вы участвовать в этом конгрессе. И каждый из нас хомо-экономикус, потому что мы работаем за деньги, нам хочется больше зарплату, нам хочется больше гонорары, нам хочется больше товаров, причем в том числе товаров-симуляторов в той или иной степени. Хомо-креатор сегодня одновременно хомо-экономикус. И они очень сильно мешают друг другу. Но мешают это образное выражение, а строже надо сказать, что это антагонистическое противоречие. С одной стороны, в условиях рынка и капитала хомо-экономикус позволяет творческому человеку развиваться, жить и творить. Без зарплаты это невозможно. Без вещей, которые, товары, которые надо покупать, это невозможно. С другой стороны, хомо-экономикус тормозит, ограничивает и разрушает вот все те черты хомо-креатора, которые я только что сказал. В экономической теории, которая неоклассическая экономическая теория, прямо зафиксировано. Труд – это обременение. То есть не потребность, а нечто противоположное. Если творческий человек свои творческие функции хочет максимизировать, он трудоголик. С точки зрения теории микроэкономического твердого ядра неоклассики, труд надо минимизировать, потому что он обременение, потому что он издержка. Чем меньше труда и чем больше зарплата, тем лучше. На этом построена вся рыночная экономика для работников. Как можно меньше работать, как можно меньше напрягаться, труд отчужденный, работаешь на чужого, на дядю, результат тебе не принадлежит, тебе принадлежит зарплата. Поэтому надо любой ценой выбить как можно больше зарплату и как можно меньше работать. Как правило, это не получается. Как правило, получается наоборот. Хозяин заставляет тебя как можно больше работать и платить тебе будет как можно меньше, особенно в России. Но это уже следующий вопрос, который я рассматривать не буду. Другой вопрос. Поэтому здесь вот первое противоречие – труд как потребность, труд как обременение. Создается свободное, то есть создается благо, которое принадлежит каждому. Создаются бесконечные культурные ценности. Это определение хомо-креатора. Определение хомо-экономикус – он создает товар, который продается на рынке и является частной собственностью. В идеале самого творческого человека, не в идеале это частная собственность хозяина. Опять совершенно противоположная характеристика. Следующий компонент творческого труда – нет границы свободного и рабочего времени. Ой, как есть! И рабочее время надо опять минимизировать. А свободное время – это время, когда ты не работаешь. Вот очень интересно, теоретики западноевропейские говорят, чем отличаются западноевропейские работники от российских и даже от части американских. Тем, что если ты ушел с работы, ты работу выкинул с головы. Ты не работаешь. Ты пришел на работу, ты дом выкинул из головы и все свои проблемы выкинул из головы. Вот это типичное поведение отчужденного хомо-экономикус. Мне заплатили за 8 часов. И после этих 8 часов я ни за что не буду ни о чем думать. Это не мое, это от меня отчуждено. Это чуждая мне сфера. Ну и наконец, в этом труде человек не развивается. Это труд, который для него не приносит возможности личностного прогресса. Вот Руслан Семенович упомянул магическую пропорцию 20-80. То есть для 80% это то, что человека разрушает и то, где ему тяжело. А хомо-креатор это человек, который с радостью идет на работу, потому что там творческий диалог. С культурой, с коллегами, с историей, с будущим. Вот это противоречие хомо-экономикус и хомо-креатор. И здесь принципиально важно, что работает вот тот самый принцип, о котором уже говорилось на нашем сегодняшнем пленарном заседании. По-моему, Людмила Аршавировна об этом сказала. То, что является рациональным для капитала в деятельности творческого человека, то для творчества, для человека творческого, для общества, для культуры является нерациональным. Берут поэта, пригоняют в рекламное агентство и заставляют придумывать стишок предельно примитивный, но впивающийся в человеческое сознание, требуя покупать, я не знаю, что-нибудь, там, памперсы еще, хорошо, а то и пиво. Ну ладно, пиво это тоже прекрасно, Анатолий Семенович посмотрел на меня суровым взором, когда я сказал плохо про пиво. Вот это противоречие, жесткое, четкое противоречие хомоэкономику с хомо-креатром. И с ним сталкивается кто угодно, вплоть до школьника, который выбирает, куда ему идти, дальше учиться. С ним сталкивается любой студент, который выбирает, какую кафедру он предпочтет. Ту, которая поможет ему потом зарабатывать деньги, или ту, которая поможет ему заниматься творческой деятельностью. Эту проблему решает каждый из нас, ученых и педагогов, когда он ищет место, где ему больше заплатят, или место, где у него будет больше свободного времени и больше возможностей творить на работе. И кто-то выбирает Академию наук зарплатой в 30 тысяч рублей в месяц для ведущего научного сотрудника, а кто-то выбирает фирму, где ему платят в 5 раз больше за гораздо менее содержательную работу. Это второй пункт противоречия хомо-креатора и хомо-экономикам. Теперь давайте посмотрим на экономику будущего. Экономика будущего – это экономика, в которую человек может войти в разных качествах, но для этого надо преобразовывать экономику настоящей. И, пожалуй, надо еще раз уточнить, нет, давайте все-таки вернусь ко второму пункту, хомо-креатор в экономике настоящей. Наталья Геннадьевна пока на меня строго не смотрит, поэтому я позволю себе коротко вернуться к этому пункту. Что существенно? Что сегодня человек творчески выступает в качестве наемного работника, причем в ряде случаев полукрепостного. Если вы заключаете контракт на 5 лет, вы продаете свою творческую душу, то уж все, что вы создадите, будет принадлежать корпорации. А если у вас прикоризированная занятость, вы работаете по контракту, краткосрочному контракту, вы продаете свою душу рыночной конъюнктурой. Но это особый вопрос. Вы можете быть мелким буржуа, фрилансером, собственником своего человеческого капитала, но вы можете принадлежать еще и к сфере, которая является первым шагом в будущее. Вы можете работать в общественном секторе. Давайте посмотрим на научного сотрудника общественного института, государственного института, на человека, работающего в государственном университете, который бесплатно учит студентов, на человека, который занят в деятельности, я не знаю, профсоюзов, еще где-то. Он получает деньги не от частного капитала, он получает деньги из общественного бюджета. То есть он получает деньги от общества. Раз. Два. В большинстве случаев он создает ценности, которые принадлежат каждому. Все, что мы читаем лекции, во всяком случае, в бесплатной сфере образования, они континут всем, вплоть до свободного размещения в интернете. То же самое касается наших статей, монографий, открытий и так далее. Не везде, не всегда, но это ключевая характеристика. Получается, что мы становимся другими людьми. Форма труда как наемного сохраняется, но это труд, который нанимается обществом, то есть, по идее, нами самим. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Этот слой одновременно является все же функцией от государственной бюрократии государство у нас капиталистическое. Или, точнее, олигархически-бюрократическое, если говорить о России. Ну, или в лучшем случае, социально-капиталистическое. И поэтому этот слой работает на отчужденное от него государство, представляющее интересы капитала и в какой-то части общества. И в значительной степени самого себя бюрократия. Вот это противоречие этого слоя, который я обозначил термином социалиат. По аналогии с пролетариатам, препариатам, вот социалятам. Противоречивый слой, который является прообразом будущего. Это первая проблема, касающаяся шагов будущего. И вторая проблема перехода от настоящего в будущее. Это проблема двух сфер экономики, которые вот мы только что тоже упоминали. Это проблема деления экономики на сферу, где вы создаете блага, необходимые для развития человека, общества, технологий, решения проблем экологии. То есть блага необходимы с точки зрения экологически, социально, гуманитарно ориентированного развития. И вторая сфера, где вы создаете блага бесполезные с точки зрения вот такого развития. Или даже вредные. Сначала я эту сферу назвал превратным сектором, от слова превращение, превращенная форма. Вывернутая наизнанку, извращающая эти реальные процессы. Потом решил отказаться от философской зауми. Забыл, как будет превратная форма по-английски. И выступая на left-forum в Соединенных Штатах, брякнул просто useless sector. Бесполезный сектор. На самом деле оказалось, что я открыл велосипед. Тут же вылез Майкл Ховард, который сказал, да, я написал книжку J.S. Junk Economy. Мусорная экономика. Потом выяснилось, что про мусорную экономику, равную экономику фейков, экономику фанов, Fan Economy и так далее, написаны тонны работ, которые описывают вот эту бесполезную, бессмысленную экономику. И вот 80% людей выполняют вот этот труд, который для них неинтересен, бессодержателен и скорее даже является злом и создают блага, которые благом не являются. С точки зрения прогресса социального, экологического, культурного. Но являются огромным благом для увеличения денег. Главные деньги создаются именно в этом бесполезном секторе. В финансовых спекуляциях, в посредничестве, в извлечении сырьевой и интеллектуальной ренты и так далее и тому подобное. Вот теперь мы делаем шаг в будущее. И в этот шаг в будущее мы входим очень просто. Мы берем первую характеристику, труд творца, творческий труд, это свободная деятельность. По содержанию свободной деятельности. Соединяемся второй характеристикой. В условиях современной экономики этот труд отчужден. Он подчинен глобальному рынку, детальному рынку, проникающему во все сферы деятельности, и глобальной гегемонии капиталу. Подчинение человека задачей самовозрастания стоимости. Мы даже себя определяем как капитал, то есть как самовозрастающую стоимость. Я сегодня стою 100 тысяч долларов, хочу стоить 500 тысяч долларов, а лучше миллион. Я отчуждаю себя как творческую личность, надеюсь, творческую Бузгалину, и замещаю себя денежным эквивалентом. Нет Бузгалина, нет Гринберга, нет Кузьминой, есть 100, 500, миллион долларов. Все. Мы различаемся только количественно. Вот это надо снять. Надо сделать труд свободным по форме. По социально-экономической, и остальным общественным формам. Как это можно сделать? Многое известно. Первый компонент свободного труда, первый шаг навстречу свободному труду, это общедоступность, реальная общедоступность, неформальная, базовых благ, здравоохранения, образования, жилья и так далее. Читайте докторскую диссертацию Натальи Яковлевой. Все расписано по пунктикам. Есть проект закона о народном образовании или об образовании для всех, который подготовил Олег Николаевич Смолин. Есть работа вот этого крона Конгресса нашего и движения образования для всех, которые очень много сделали для этого. Закона и так далее. Это на примере образования. То же самое в сфере искусства, то же самое в сфере здравоохранения, социальной работы, экологии и так далее. Базовые блага общедоступны, эгалитарные и так далее. Второй шаг. Это пока еще не свободный труд, но это очень важный шаг к свободному труду по форме. Второе. Гарантированная занятость. Очень практический пример вот этого второго шага. Борьба в университете за долгосрочный, в идеале пожизненный найм. Университет 60-70-х годов прошлого века, паблик университета, общественный университет. Это фактически пожизненная гарантированная занятость. Со стабильной зарплатой, без особого денежного стимулирования. Вначале получаешь 3000 долларов, в конце получаешь 5000, может быть, 7000 долларов. Можешь разбиться в лепешку, но если ты фулл-профессор, то больше 7000 долларов ты не получишь в университете. И меньше 7000 долларов ты не получишь. Надо совершить что-нибудь ужасно аморальное, чтобы тебя выгнали с работы. Чуть ли не уголовное преступление. Правильно? Правильно. Потому что иногда человек может 5 лет быть в творческой депрессии, а потом родить какую-нибудь гениальную идею. В то время забываю фамилию нашего гениального математика, который тихо жил с мамой в маленькой хручевке, ничем не отличался, а потом опять сделал открытие, доказав теорему, которую не могло доказать человечеству столетиями. «Конкаре» или «Фермак» все время путающий, извините. «Перельман». «Перельман», да. Спасибо огромное, Петр Сергеевич. Видите, вот, знаете, знал-знал и в последний момент забыл. Наверное, устал просто. Гарантированная занятость. Солидарность и творческое соревнование, со-творчество. В творчестве есть соревнование, очень жестокое, кстати, соревнование, но другое, чем на рынке. Это соревнование, кто больше подарит. Вот что мы делаем сейчас на конференции. Каждый хочет сказать, как можно интереснее, как можно талантливее, как можно больше нового, так, чтобы его оценили. Давайте честно, лучше, больше, чем других. У нас идет очень суровое соревнование. Если кого-то похвалят, кому-то напишут письма, кого-то начнут читать, цитировать и требовать ответа, вести полемику, это увеличит объем нашей работы, за которую нам ни копейки не заплатят. Ну, какое же счастье, черт возьми, что тебя цитируют, тебя критикуют, с тобой ведут диалог, ты интересен, тебе предлагают написать статью в журнал, опять бесплатно, без всякого гонорара, ничего тебе за это не будет, потому что хороших журналов гонорар не платят, да и не входят в эти скопусы. А проще написать пять страничек в скопус какой-нибудь ерунды, кучей цитат, быстрее, легче, и получишь премию. Но нам же надо другое, нам же надо подарить как можно больше. Чем больше подарили, тем больше счастья. И очень суровые соревнования, кто больше подарит. Кое-что из этого было даже в материальном производстве. Перекличка трудовых коллективов, рабочий буксир, соревнования встречных и так далее. Это все, кажущиеся смешными, но очень важные инициативы Советского Союза, где соревновались, кто больше подарил. На основе солидарности, на основе бесплатного, свободного, открытого распространения всех новшеств. Следующий компонент свободного труда это безусловное участие в управлении, в идеале самоуправления. В частности, в рамках тех же университетов или академических институтов. И сегодня даже главные научные сотрудники отчуждены от всего, даже от принятия решений, потому как за что ему платят премию. Я говорил с одним из моих добрых друзей, не буду называть имен, ладно, а то тут начальство сидит, как-то некоторое институтское. За что тебе платят премию? Он говорит, не знаю. Говорит, ты обсуждал это с кем? Нет. А тебя спрашивали об этом? Нет. А ты прочитать это можешь? Наверное, где-нибудь можно докопаться. Говорят, что он подписывал какой-то контракт, так сказать, эффективный, из которого что-то там следует, а что-то не следует. Вот это ужас, да. Участие в управлении. Управление – это одно из важнейших пространств творческой деятельности. Это и есть, собственно, сотворчество. Ну и в результате мы получаем последнюю черту свободного труда, с которой, собственно, начал весь свой доклад. Это общедоступность, бесплатность, неограниченность того, что мы создаем. Ну или попросту отказ от интеллектуальной частной собственности. И переход к собственности каждого на все. Подчеркиваю, собственность каждого на все. Вот это есть тот самый коммунизм, который уже упоминался в докладе Руслан Семенович Бринберг, где действует всеобщая собственность. Не собственность всех на что-то, не собственность всех на пиджак, у сгалинов, которые все не поместятся. Как в лучшем случае друга, ведь можно накрыть этим пиджаком, но сам останешься под дождем, да, без пиджака. Вот. Это собственность каждого на все. Я собственник всего, что сказал Руслан Семенович Бринберг после сегодняшней конференции. Я должен на него сослаться, но платить я ему ни копейки за это не буду. И Руслан Семенович мне ни копейки не заплатит. И то же самое касается всех участников нашего форума. Вот эту систему мы создаем, переходя в царство свободы. Ну и в качестве постскриптума. В качестве постскриптума я хотел бы сказать о том, что есть разные имена для вот этого будущего, основой которого является свободный по содержанию, по форме труб. Вообще говоря, то, что я вам рассказал, это основное производственное отношение коммунизма в соответствии с учебником Николая Александровича Цоголова. Раздел писал, если я не ошибаюсь, Константин Петрович Тронев. Так, вот тут кто-то мне звонит. Это Сергей Дмитриевич Бадрунов. Видимо, извините, коллеги, я на секунду выключу, потому что мне надо понять, сможет ли он принять участие в нашем... Так, друзья, сорвался звонок. Если будет еще раз звонок, извините, просто Сергей Дмитриевич сегодня вынужден был к силу объективных обстоятельств, очень важных обстоятельств, так сказать, отсутствовать на этой части нашей работы. Если он сможет подключиться, то вот в самое ближайшее время... Наталья Геннадьевна, может быть, вы наберете Сергея Дмитриевича, или Александр Дмитриевич наберет, хорошо? Хорошо, Александр Дмитриевич. Да, попросите Александра Дмитриевича, я пока завершу тогда доклад. Если будет еще раз звонок, извините, я прервусь. А из записи для будущего мы этот кусочек, наверное, вырежем. Итак, вот есть разные имена для этого будущего, которые я только что обрисовал. На мой взгляд, старое доброе имя царства свободы, или имя коммунизм, которое, к сожалению, запачкано Бог весь чем, вплоть до полпотовских пыток и массового уничтожения своего собственного населения, использовать можно и должно. Можно использовать и должное имя коммунизм, можно и должно использовать имя царства свободы. Сергей Дмитриевич Бодрунов предложил имя на Номика. Есть варианты, предлагаемые другими учеными, мирового масштаба. Есть те, кто вот этого слона будущего видит только с какой-то стороны, кто-то берет его за ногу и говорит, что это экономика знаний, кто-то берет его за хвост и говорит, что это индустрия 4.0, кто-то за хобот рассказывает про экологическое устойчивое, экологически ориентированное устойчивое развитие. Но в целом речь идет о вот этом пространстве, где на основе свободной творческой деятельности формируются новые общественные отношения. Тем самым решается проблема экологии, потому что человек перестает ориентироваться на увеличение утилитарных потребительских благ и тем более симулякров. Просто если ты интересуешься творческой деятельностью, они тебе не нужны. Вот Руслан Семенович Гринберг сидит в приятном, скромном номере, в красивом месте. Не самый его богатый отель, а творит прекрасные идеи. Я думаю, ему там хорошо. Вот если он включит микрофон, он мне скажет несколько слов по этому поводу. То же самое касается любого из нас. Я сижу в двухкомнатной квартире моих родителей и не хочу дворец, он мне будет мешать. Или даже особняк тоже будет мешать. И даже дачу заводить. Поэтому вот эти возможности, они совершенно по-другому позволяют решать экологические проблемы, проблемы культуры, проблемы снятия отчуждения человека от человека и многое другое. Вот здесь мне надо поставить многоточек, это неприятные кадры. Да! Играет музыка! Продолжение следует...